В железнодорожном районе празднование Пасхи окончилось ножевыми ранениями для одного хабаровчанина и поездкой в отдел полиции для его товарища. Схватить подозреваемого оказалось не так просто. Он заперся в жилье и не желал никому открывать дверь. Застолье, принявшее криминальный оборот, шло в квартире на первом этаже дома, расположенного недалеко от остановки Большая. Приятели выпивали в компании подруги. Когда между мужчинами вспыхнул конфликт, дама решила уйти. Последнее, что она видела, это как хозяин жилья схватился за кухонный нож. Хабаровчанин 1973 года рождения избил своего знакомого. У него травма головы и семь порезов на плече. Пострадавшим удалось выбраться из квартиры в подъезд, где его нашли тинейджеры. Я вызвала скорую. Естественно, скорая приехала минут через 20-25. Его забрали. У него как бы голова пробита, он вышел раздетый. И то бишь мы вызвали полицию, скорую и все. И вот с этой двери все было видно. То, что вот он вышел и пошел. По словам подростков, раненый проживает в одном из соседних домов. Нетрезвый мужчина продиктовал детям телефон матери. Молодые люди оповестили женщину о случившемся. Он когда сознание потерял уже, я его поднял. Очень было много крови, да. У него вот так весь рука, так все в крови было прям. Ну, хоть выжимаем. Ранения потерпевшего казались не слишком опасными. И все же мужчину госпитализировали во вторую краевую больницу. Сложность возникла в том, чтобы доставить второго участника конфликта в отдел полиции. Уговорить друга сдаться пыталась его нетрезвая знакомая. Та, что присутствовала в жилье, в самом начале конфликта. Открою окошко, я тебе домой залезу. Нам теперь тяжко осталось, накатим. Вскоре к месту события приехали родственники агрессивно настроенного мужчины. Матери подозреваемого отпереть дверь своим ключом не удалось. Мешал внутренний засов. Полицейские решили использовать лом. Тем временем теперь уже родня пыталась образумить засевшего внутри. Родственнику подозреваемого удалось проникнуть в квартиру через окно вместе с полицейским и открыть дверь изнутри. Нападавший был конвоирован в отделение. С места происшествия Юлия Рябцева, Юлия Зима и Павел Рогатин.